Привет, охотники! The Hunter Call of the Wild на ваших телеэкранах и мобильных устройствах. Да, достаточно давно мы с вами не заходили в эту игру, но на то была причина. Мы сняли огромное количество серий, стримов и тестов по этой игре, поэтому произошло некое перенасыщение этим проектом, ну, лично для меня, и я принял решение немного от него отдохнуть. Сейчас, спустя время, в игре появилось обновление. Карта Аляски. Сам Бог велел снять игру с паузы и вернуться в этот мир удивительной природы, интересных историй и, конечно же, охоты. Давайте выберем заказник и почитаем вообще описание. Природный заказник Долина Юкона. История человека в Долине Юкона началась много тысяч лет назад, когда первые люди перешли на Аляску и из Сибири. Отдаленно от всего остального мира, заказник всегда представлял из себя полной опасности и приключений места, населенное дикими серыми волками и суровыми медведями-гризли. Того, кто не побоится его посетить, заказник наградит живописными видами алых равнин, бегущих рек и пышных лесов. Ну что ж, добро пожаловать на Аляску. И первым, наверное, делом, конечно же, хочется осмотреться и еще раз подтвердить ту самую, те самые слова, которые я сказал в начале. Да, игре необходима была пауза, потому что вот именно сейчас я понимаю, что, черт подери, я получаю те же самые эмоции, тот же самый эффект вау, когда я только первый раз вообще включил игру, еще вот когда она только появилась. Графика, конечно, меня просто поразила и, можно сказать, завербовала. Ну что ж, отправляемся на наше задание. По стандарту, конечно же, у нас с вами висит сейчас посетить расположенную поблизости смотровую вышку, а также посетить лагерь лесорубов. Именно туда мы с вами и отправимся. Единственное, конечно, опять же, если вы захотите увидеть все это дело про прохождение, всю эту кампанию, обязательно сами знаете, что надо сделать. Это лайки, комментарии, ну и какие-то, может быть, советы или просто подсказки. Всегда это дело приветствуется. Именно от вас всегда зависит скорость выхода новых серий, ну и так далее. В общем, нас с вами ждет вышка и рядом какое-то животное. Я, если честно, уже даже немножечко забыл, кто как звучит, но, скорее всего, это, по-моему, лось. Навряд ли это... Ох, ты нифига себе, у нас же здесь, кстати, еще и утки, и куропатки, и все остальное имеется. Шикардосно, просто шикардосно, да. Нам есть здесь с вами тут оторваться. Как подниметесь наверх, можете полюбоваться видом. Вообще, эти вышки используются пожарным надзором, но я люблю просто расслабиться на них и наслаждаться безмятежностью. Правда, давно такой возможности не выпадалось. Ну, понятно, у тебя всегда свои дела, да? Это долгое время, да. Кстати, давайте вот что сделаем. Посмотрим на карте, что вообще у нас с вами по территории. Да, ну, я на самом деле думал, чуть больше будет. Конечно, не Хершфилд, но тоже есть где разойтись и поохотиться. Также надо глянуть сразу инвентарь, потому что... Потому что, да, тоже здесь давненько уже не было. Слушай, значит, у нас все по стандарту. 3-3-8, 8-6 и 7-очка. Также есть бинокль, монок и даже засидка. Ну, оружие мы, конечно, с вами поменяем. Берем более оптимальное для территории, для животных. Ну, и, конечно же, постараемся именно заняться охотой, а не убоем. Особенно, как у нас с вами было в последних сериях, да? Когда уже просто занять себя нечем, уже творишь все, что приходит в свою больную голову. Ну, ладно. А мы... А мне показалось, что здесь кто-то стреляет? Да, мне показалось. Слушай, ну, вид, конечно, здесь реально на миллион. Он действительно здесь на миллион. И, наверное, по стандарту, по всем правилам, у нас с вами сразу будет такой найти осмотр вокруг. Я что-то застрял. Стоим бы. А, вот так вот. А, вот так нормально. А, вот так нормально, да. Ну что ж, давай посмотрим. Уже наверху. Видите опорный пункт? Я обычно всегда проверяю эти пункты после того, как из них уедут посетители. Достаточно одного наеденного бутерброда, и вокруг сразу начинают совать толпы голодных зверушек. А медведи? Это еще те соседи. С ними лишний раз встречаться с глазу на глазу вообще не хочется. Так, это мы поняли. Значит, у нас с вами есть несколько неизвестных точек. Однозначных надо сегодня будет посетить. А также, конечно, самое главное. Это у нас есть опорный пункт. Один и второй. Точно так же надо не будет добежать. Поменять какие-то, может быть, стволы и купить патронов. Ну и оттуда уже, соответственно, отправимся. Хотя, да, давайте, наверное, все-таки сразу отправимся в лесопилку. А потом уже по знакомым вопросам. Насколько я помню, можно было ставить у нас маркер, если я не ошибаюсь, да. Поставить вот так вот, да. Чтобы мы не ошиблись. А, ну у нас, в принципе, он прямо там находится, где и основная наша, основная наша индикатора. Ну что ж, окей, погнали в ту сторону. Не, ну это бомбяо. Это просто бомбяо и идут без всяких комментариев. Это вот игра, она создана для того, чтобы можно было себе... Да, ну брось ты. Ты серьезно? Ну-ка, где у нас был бинокль? Железка. Так, стоп, где у нас бинокль? Так, какая кнопка была? Так, значит, цифру 4, да? Я помню. Во. Железка там, походу, ты смотри. Офигеть, надо туда 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 обязательно добежать посмотреть поближе ее. Да. Вернусь к разговору по поводу графики. Одна из тех игр, куда можно зайти и просто вот прогуляться буквально чуть-чуть по лесу. Кайфануть, конечно же, за то, что ты здесь находишься. И самое главное, это то, что ты можешь себе сделать прямо утро крутые обои для рабочего стола на комп. Мне кажется, это, ну, это просто равно друг другу. Интересно, есть кто-нибудь из вас, кто вообще хоть раз такое себе вообще делал? Если да, просто плюсик поставьте в комментариях. Неважно, с какого заказника, просто пробовали это или нет. Все, а мы отправляемся к нашему домику. Кстати, сейчас же в дома, насколько я помню, можно заходить. То есть они их расширили, они стали более комфортные и более интерактивные. Конечно, там не сверх чего, можно много всего сделать. Это я вот сужу еще по зимним территориям. Но все-таки с тех пор уже дома стали посещаемы. Особенно прикольно, когда ты начинаешь ролики. Я помню, да, и выходишь с утра, потянулся и все сделал. Ну, я думаю, кто смотрел раньше прохождение по другим заказникам, все прекрасно знают. Добро пожаловать в лагерь лесорубов. Лет сто назад люди притаскали сюда поваленные деревья, очищали их от всех сучков и скатывали в реку. Затем их вываливали и отправляли на лесопилки. Ой, вылавливали, да. Это опорный пункт расположен на месте старого лагеря рабочих. Может, моя просьба покажется несерьезной, но вы могли бы проверить, что мусорный бак закрыт. Если нужно запирать... А, его нужно запирать, чтобы не привлекать медведей. Мне не хотелось бы лишний раз рисковать. Да. Ну, я думаю, мы это с легкостью проверим, и с мусорным баком-то уж точно справимся. Это он? Да, это он. Ну, хотя давай, наверное, не будем спешить вперед паровоза сразу же. Блин, слушай. Здесь, короче, всякий костер разведем, поставим мангалы. Да, я помню, мы, кстати, как-то уже с вами это обсуждали. Ну, слушай. Ух ты. Люди часто закрывают... Забывают закрытые мусорные баки, но стоит оставить их хоть немного приоткрытыми, и на запах сразу сбегается всякая живность. В этот раз нам вроде как повезло. Да, напомню, мы с вами... Спасибо, что разобрались с этим. И последняя просьба. Пока вы не ушли, можете взглянуть на дрова внутри домика? Дрова внутри домика? Без проблем. Сейчас мы только флаг поднимем здесь, да? Открыт новый опорный пункт. То есть, смотри, у нас здесь теперь еще и свои символы. Это классно. Это реально классно. Погнали, посмотрим, что у нас там с дровами. Слушай, ну это прямо какая-то система выживания. Я помню, одно время многие хотели, чтобы добавили уток. Уток добавили. Многие просили рыбалочку. Но рыбалочка, я думаю, здесь немножечко будет неуместна. А вот что сюда идеально зайдет, мне кажется, это маломальский бонус в виде, предположим, сбора грибов. Мне кажется, грибы здесь просто шикарно будут смотреться и могут получать какие-то дополнительные... Точнее, давать какие-то дополнительные бонусы или очки. Ну, мне кажется, для разнообразия, мне кажется, это будет реально круто. Так. Ну что у нас здесь с дровами? Да, наверное, потому что я фанатик тихоохоты, поэтому, да. Грибы везде всегда. Так, кровать у нас есть? А, вот у нас дрова. Черт, плохие новости. В древесине засели жуки. Подождите, у меня где-то завалялся телефон охотников, которые, скорее всего, принесли эти дрова. Надо бы им позвонить. На одну минуточку. Жучки у них тут завелись. Естественно, заведутся. Так, а мы можем здесь что-нибудь включать? Нет. Так, ружейка, понятно, кровать, лопата. Ага. Знал же, что где-то тут был номер. Я позвоню охотнику, которые здесь до вас остановились, и узнал насчет дров. Как только что-то выяснится, сразу, в общем, вам перезвоню. Ну, давай, давай. Ищи, ищи, дозванивайся и делай все остальное. Ну, ты смотри, еще и деньжат получили за то, что проверили дрова. Шикарно, по-моему, шикарно. Доступно новое задание. Карантин. Охотники пока не подходят. Я продолжу им звонить. А вы можете пойти по тропинке на северо-запад. Она приведет вас прямо к опорному пункту. Думаю, что... О, а вот и телефон. Я сейчас у этих ребят все узнаю, где они дерево рубили. А вы пока отправляетесь в лесной опорный пункт, и, скорее всего, они были там. Я прямо слышал звонок. Да, да, давай. Так, нам надо посмотреть, где это находится и куда оно вообще двигается. Ага, нифига себе. Слушай, далековато. Ну, давай, предлагаю, наверное, туда двинуть сначала вот сюда. Посмотреть, что здесь у нас находится, да? Поставить маршрут. Отсюда мы доскочим туда в эту сторону и потом туда. Ну, а когда уже пойдем на верхнюю вышку, мы можем здесь до конца все исследовать. Логично? Думаю, да. Насчет пострелушек, в принципе... Хотя, подожди, стоп. Мы здесь, наверное, можем не кисло срезать. Да? Ну, да, давай, наверное, мы туда все не пойдем. Сразу поставим вот сюда. А заскочим потом уже на обратной дороге, когда пойдем вот сюда и сюда и наверх. Да, вот так мы это сделаем. Вот. Насчет пострелушек. Если кого-то увидим, может, не крупного или, может, ультра интересного, конечно, попробуем его захватить с собой. И еще, конечно, я думаю, мы с вами самок отстреливать больше не станем. Только мужчин. Да, только самцов. Когда вижу такую молодую поросль, почему-то сразу вспоминается игра The Forest. Помните, когда надо как раз-таки молодняк идти собирать себе там для шалаша или там для копти? Не знаю, почему такие ассоциации, но вот как-то сразу это дело вспомнилось. Слушай, а что у нас, кстати, по вообще следам, по звукам? Угу. Ну, прокачка, понятно, что у нас с вами уже там максимальная, да? И мы знаем и видим абсолютно все, что происходит на земле, на территории с кустарником. Вот кто у нас здесь ходит, да? Ну, это, по-моему, олень, да? Или лось никто? Да, это лось у нас. Кстати, девочка. Ну, девчонок мы трогать не будем. Я думаю, в принципе, вообще все сделано. Прохождение без убийства молодняка, женщин, детей женщин, в общем, назовем их так, да? Только самцы и только те, которые действительно могут и составить нам какой-то интерес. Кстати, также знаю, что здесь появились еще у нас некие трофейные домики. Я не знаю, в каком это было обновление. Я это просто увидел здесь в менюшке. Обязательно мы туда сходим, обязательно мы его купим. Я думаю, наверное, может быть, даже на следующей серии. Сегодня надо немножечко прогуляться по этой территории и, конечно же, проникнуться этой атмосферой. Но самое что интересное, пока вроде тишина. Я не знаю, насколько сильно поменялась система и вообще поведение игры за то время, что я здесь не находился. Но в то время как раз-таки было огромное количество багов и застревали животные. И они застревали не только там между деревьями, как леса в анекдоте, да? Но еще и застревали на каких-то маломальских камушках, спотыкались и встревали просто на какой-то траве, там на травинке и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, интересный момент по поводу респауна животных. Как сильно он поменялся и поменялся ли он вообще. Одно время, я помню, животные респаунились через каждые там 2-3 минуты. То есть целые стада гуляли по территориям, по картам. А потом это все дело дружно резко понерфили и респ стал очень долгий. И, кстати, количество появляемых животных, по-моему, тоже сильно было порезано. Поэтому, кто владеет информацией, ребятки, чтобы там не перерывать тонны страниц в интернете, просто ответьте на этот вопрос в комментариях и вы мне этим сильно поможете. Сколько надо шурошать еще? О, у нас здесь, кстати, да, мы сначала отправляемся к знаку вопроса. Это у нас, я так полагаю, некая достопримечательность. Я помню, если не ошибаюсь, в Лейтене была офигенная локация, где стояли всякие спутниковые тарелки там, по-моему, или нет, или не Лэпа. Все это было в неком буреломе. Почему-то вот какое-то такое отдаленное напоминание вот прямо такое вот здесь в это появилось и показалось что-то схожее. А, понятно. А у нас здесь с вами засидочка будет. Кстати, если честно, никогда мип особо не пользовался. Может, только поначалу и то только на первых территориях. Но мы ее откроем, мы ее поставим. Кстати, если что, у нас с собой есть переносная. Вдруг, че, да как. Да и вообще, в принципе, все эти засидки, все эти домики, ну, наверное, на любителя. Я как-то больше люблю. И кто смотрел раньше прохождение по этой игре, вы знаете, что, да, я как-то больше из тех, кто ходит, выслеживает и преследует свою добычу, а не из тех, кто сидит и вот караулит. Это как немножко не мое. Я помню, даже была серия, если не ошибаюсь, что связана с кабанами. Ой, я тогда утомился. Минут, наверное, 40 сидел, ждал, когда кабан появится в определенной территории и, соответственно, чтобы его можно было забрать. И то там требовались, если не ошибаюсь, только самцы и свыше там что-то 100 килограмм. И они резались только как раз-таки прямо на границе, где идет задание и где как раз-таки уже задание будет идти не в зачет. В общем, очень... О, медведь-гризли, ты смотри. Никогда не встречал с животного страшнее, чем алякские гризли. Когда в первый раз такого увидел, невольно поверил, что он уже заряжен на случай, если оно решит напасть. И это при том, что медведь стоял в 200 ярдах от меня. Да уж. Ну, когда, наверное, увидишь вообще медведя, такое себе ощущение, фиг поймешь, что с ним вообще делать. Будет он на тебя нападать, не будешь. Они сами по себе-то, мне кажется, не особо такие предсказуемые товарищи, чего у него там на голове. Но, опять же-таки, если это там самка, и она там подумает, что угроза там может быть для ее выводки и так далее, то, конечно же, я думаю, это 100% нападение будет. Хотя, огромное количество в интернете есть роликов, где медведи мирно, спокойно стоят на дорогах там, и пофиг вообще никак не реагируют там ни на машины, ни на людей. Не знаю. Я, если честно, никогда не сталкивался для меня вообще с животными такого класса, как там медведи, волки. Это что-то нечто такое отдаленное. То есть, конечно, я интересовался, там смотрел всякие разнообразные программы. Ой, блин, какой здесь шикарный свет, а. Всякие надгео, да, и там дискавери. Ну, это что-то было такое поверхностное. Конечно же, особого без всяких там углублений. Но, конечно, если так заморочиться, можно поинтересоваться. Ну, если, кстати, кто-то из вас владеет информацией, тоже можете написать. И, в принципе, можно составить интересную дискуссию на эту тему. Так, а сколько нам надо шурошать? Нам осталось там 500 метров, да, с копеечками. И мы как раз-таки с вами выйдем уже с бассейна реки. Ну, окей. Кстати, еще пока вот тут тоже идем аккуратненько. Я не стараюсь куда-то спешить. Это все-таки игра такая... Наверное, я старше стал за те времена, когда мы выпускали с вами первые серии, да. И тогда хотелось носиться, всех убивать. И сейчас как бы спокойненько. Да, просто режим охотника включен, режим преследования, если мы кого-то найдем. Но спешить мы никуда не будем, пугать мы тоже. Кстати, я помню, тут у нас еще рюкзаки же, да, есть. Они влияют на шум, на видимость, на заметность. Поэтому надо все будет сбалансировать. Но это, я думаю, чуть позже. Сегодня у нас такая вступительная серия, опять же-таки, для того, чтобы вы поняли, надо вам это или нет. Опа. Опа, 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 смотри. Это здесь он рядышком, да. У нас здесь идет предупреждение, но это самка. Давайте мы, наверное, все-таки не будем особо сейчас не заморачиваться. Пускай, что она у нас сваливает. Да. А что у нас тут по стволам? Семерочка у меня там, по-моему, была, да? Вот у нас семерка. Так, а это? Три-три-восемь. Да, значит, это у нас семерка, все правильно. На кнопку три. Да, как говорится, это как на велосипеде. Уже вроде как все на автомате происходит. Главное вспомнить, что да как. Кстати, по поводу стволов. Там я видел огромный, как здесь сейчас новый пушек появилось. Что посов... Я думал, это грипп растет. А это какая-то у нас палка такая. Что бы посоветовать здесь, в принципе, сейчас из новинок, из новенького? Я, конечно, по классике, все эти три ствола, которые у меня сейчас в руках есть, то я, наверное, больше всего предпочитаю. Ну, конечно, наверное, все-таки по универсалу, ну, семерочка, наверное, это шикардосный ствол. Это шикардосный ствол. Хотя раньше даже, когда вот мы гоняли и на стримах, ну, каждый первый бегает с 3-3-8. Как будто без комментариев. Наверное, тупо из-за убоя. Конечно, если идет разговор про очки, про хорошие, про хороший трофей, конечно, 10-3-3-8. На зайца, на лису, на волка, я думаю, нет смысла применять, потому что, ну, их просто раздает хренам, и там от них ничего не останется. Естественно, о всякой там бронзе и... Хотя даже нет, я думаю, бронзу может и можно получить, но всякое серебро, золото, и уж тем более бриллиант уж точно не взять. Хотя, если честно, дофига взял золота, дофига всякого серебра, но у меня еще ни одного бриллианта нету. Вот как-то так. Ну, так вот я горе-охотник. Если у вас есть бриллиант, просто даже интересно, в комментариях черканите, сколько у вас есть бриллиантовых животных. Мне не можете не писать там, какой это был, что за животное, просто именно количество. Ну-ка, давай-ка изучим след. Это у нас Михалыч, да? Кстати, самец, смотри. Под полтонны. Красавчик большой, мощный, здоровый. Вот что разработчики умеют делать в этой игре. Так, я поговорил с охотниками, которые рубили дерево для лагеря лесников. Оказывается, в домике не было дров, так что они решили где-нибудь найти под это дело упавшее дерево. Притащили полное жуков дерево как раз из того леса, которым вы сейчас находитесь. Да, ну так вот, что умеют разработчики делать, опять же, когда толкнусь и не будем брать в расчет баги, так это передавать местность и именно атмосферу того или иного региона. Да и вообще леса у них получаются вот реально на ура. Вот как будто бы действительно в настоящем лесу гуляешь. Хотя они же сделали, насколько я помню, у нас Generation Zero. Та же самая охота, только на роботов. Но даже любители охоты и поклонники этой компании, они не особо, как мне кажется, покупали. Да и Generation Zero не сверхудачный и сверхвыгодный проект. Большой отток игроков и не особо большая поддержка. Ну, наверное, такое себе. Хотя даже за себя, скажу, провел, ну, около, наверное, там, сколько там, 5-6-7 стримов по этой игре в кофе. Но как-то не та игра, она не вызывает реиграбельность какую-то и найти нового интереса. Вот охота, это та игра, в которую ты можешь возвращаться. Охота, наверное, одна из тех игр, в которую можно возвращаться. И нужно возвращаться. О, я вижу вас неподалеку от лесного опорного пункта. Когда идете туда, загляните в домик. Там где-то должен быть рюкзак с припасами. Захватите его и можно будет двигаться дальше. Шикарно, хорошо. Я понимаю прекрасно, что эта игра, вот она, Эта локация сделала точно так же, как и и предыдущие, да? То есть сначала вас вводят в курс дела, рассказывают, знакомят с территорией, какой-то небольшой историей. И вообще тем, что происходит здесь. Попытаясь как-то вас увлечь в геймплей. Ну, а позже начнется охота. Сходи туда, убей туда, там того. Сделай 5-6 выстрелов, там, или убей 5-6 животных. Да, то есть в этом плане, конечно, системность игры не изменилась. Наверное, оно и к лучшему, потому что вроде как все вспомнилось, да, и все помнится. Так, что мы здесь должны были сделать? Стоим бы, а вот, сумку, точно. Вот и она. Как закончить дела на опорном пункте, пройдитесь по окрестному лесу. Там есть какие-нибудь упавшие деревья. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, только сначала, конечно же, давайте откроем наш домик. Еловые короеды наносит огромный ущерб лесам Аляски. Нам еще не так сильно досталось, как некоторым другим национальным паркам. Но, похоже, пора объявить карантин. Хорошо. Как найдете упавшее дерево? Разглядите внимательно его кору. Если она выглядит нормально, скорее всего, это не то дерево, которое мы ищем. Интересно, девки пляшут. То есть мы должны будем искать дерево. Я помню, по-моему, мы занимались похожим занятием. Это когда искали... Что мы искали-то, я не помню. А мы искали... Капканы, да. Кстати, много было разговоров по поводу того, чтобы можно было устанавливать капканы на зайца и на все остальное. Но что-то до сих пор это никак не вели. Хотя задания на капканы были. И многие, я помню, даже писали, что все, это 100% первый шаг к тому, что будут у нас добавлены капканы. Да нет. Шаг, может быть, и был сделан. Но он как остался на том месте, где стоял, так и все. И заглохло. Я знаю, что собаку многие ждут. Да, об этом постоянно пишут. Об этом постоянно пестрят темы. Когда будут собаки и все остальное. Ну, не знаю. Я к этому спокойно, если честно, отношусь. Может быть, наверное, потому что я не играл в The Hunter 1. И, может быть, и не пользовался какими-то вот этими опциями, да? Maybe. Так, смотри. Ну, я вижу, надеюсь, какой-то спил находится. Скорее всего, это здесь, да? Вот оно. В рюкзаке должен быть баллончик с краской. Есть съемный распылитель. Возьми их и нарисуй большущий розовый крест на дереве. Как закончить, убедитесь, что жуки не перебрались на дереве поблизости. Так, крестик раз. А, и все. Если рядом с вашим деревом увидите ель, то сразу отмечайте ее краской. Наши лесоводы придут и осмотрят ее. Если все будет в порядке, дерево обработают пестицидами. Если же оно окажется зараженным, то мы его срубим и уйдем для сожжения. Угу. Так, ну, давайте. Давайте осмотрим их. Так. Отличная работа. Надеюсь, не придется деревья рубить. Но лучше так, чем если бы жуки расползли по всему лесу. Это... Стоп. Вы слышите? Это волки воют? Слушай, ну это круто. Это реально круто. Там прямо такое ощущение, что некая стая какая-то гуляет, да? Интересно, это будет посмотреть. Хорошо, еще одно дерево отмечено. Помню, как я в детстве на летних каникулах папе помогал. Он работал лесоводом в шахте Вашингтон. Так, все, все деревья, по-моему, отметили с вами, да? Мне сначала не нравилось, что он меня отправляет работать, пока мои друзья дома развлекаются. Но со временем эти наши прогулки добавили уроки охоты. И тогда я их полюбил. Думаю, этого достаточно. Я свяжусь с лесоводами. Они прочешут местность и вырвят все нужные деревья. Еще напомню им забрать дерево из лагеря лесника на всякий случай. Не хочу взять какие-то chances. Кстати, спасибо вам за помощь. Я в последнее время все больше переживаю. Как бы нам эти жуки все деревья не перегрызли. В начале месяца мы уже распылили пестициды вдоль западного края леса. Так что не хотелось бы добавлять еще химии в воздух. Почву или воду. По поводу, кстати, оружия. Мне вот как-то в последнее время, вот когда я, помню, даже раньше, да, играл, очень комфортно. Ага, замечательно музыка получилась. Так, а в этой же сумке, где была краска, есть несколько пластиковых контейнеров. Можно попросить вас взять их. В них пробы воды. Так, из сфагновых болот. Да, конечно, это не проблема. Ну так вот, он постоянно перебивает, блин, говоришь одно мысль, начинает путаться. Фишка в том, что в последнее время, да, вот начал нравиться именно этот ствол, четырехзарядник. И, мне кажется, для ближних работ, скажем так, для ближней охоты, да и вообще для хорошего прострела она отлично подойдет. Так, ну ладно, я думаю, что, мы сейчас так вернемся к домику. Я засейвлю здесь. И мы, наверное, на этом сегодня с вами попрощаемся. Сегодня такая была большая миссия поболтать, вспомнить молодость и вообще познакомиться и посмотреть, что на себя представляет игра. Я очень надеюсь, что вы захотите увидеть это дело в прохождении. Мы можем полностью пройти абсолютно все миссии и, конечно, кайфануть от того, что нам тут приготовили и уготовили разработчики. Ну, да, повторюсь, все зависит от вас. Сами знаете, что делать. Ну, а я на этом деле с вами прощаюсь. Пойду вот зайду к нам в домик, заварю себе чашечку чая и, наверное, лягу поспать. Сегодня день был трудный, трудное начало, трудное утро. Мы сюда прилетели, мы сюда прибыли и надо собраться и подготовиться к следующему дню. Все, хотя сейчас, по-моему, за окном. Только, да, еще светло. Но ничего страшного. Днем тоже надо хорошо поспать. Все. Всех люблю. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok